МОМО РПГ Сервисы не принимают оплату из России? Не проблема, есть цифровой маркетплейс для геймеров Дифмарк. Здесь вы сможете приобрести игры для множества сервисов и платформ, или закинуть денег на свой кошелек в Steam, PlayStation, Xbox, да куда угодно. Пополнить баланс в Amazon, iTunes, Nintendo тоже просто изи. Покупаем соответствующую карту пополнения и вуаля, вы уже ни в чем и ничем не ограничены. Игровая валюта, различный софт от антивируса до Windows, предзаказы, все это тоже есть. Но самое главное, методы оплаты действующие с территории РФ, от банковских карт до Киеви. Причем возможность оплачивать карты Эмир также в наличии. Ну а по промокоду GOHA вы как всегда сможете получить вкусную скидку в 10%. Цифровой маркетплейс для геймеров Дифмарк, предложение на злобу дня, от которого нельзя отказаться. Ссылка в описании. Во время последнего стрима комьюнити-менеджер студии Standing Stone Games поделился новыми подробностями о грядущих обновлениях в MMORPG The Lord of the Rings Online. На этой неделе команда разработчиков выпустила для игры апдейт 34.3, который добавил новые предметы для весеннего фестиваля и небольшие изменения. Среди новинок числятся косметические плащи, щит, пара питомцев и декор для жилья. Событие весенний фестиваль стартовало 9 марта и будет доступно до 28 числа. Также комьюнити-менеджер рассказал, что третье превью будущего крупного обновления 35 будет доступно на тестовом сервере, где игроков ждет несколько изменений в сравнении с прошлой сессией. По словам продюсера науки Йошиды, у Final Fantasy XIV и Final Fantasy XVI может появиться шанс встретиться. В недавнем интервью одному китайскому ресурсу Йошида заявил, что очень хочет реализовать некий кроссовер Final Fantasy XVI и Final Fantasy XIV. Как продюсер Final Fantasy XVI, конечно, я очень хочу это сделать. У Final Fantasy XIV огромная база игроков, и возможность принести Final Fantasy XVI игрокам Final Fantasy XIV была бы идеальной. Но это не тот вопрос, который я могу решить в одиночку. Мне нужно обсудить это с продюсером Final Fantasy XIV. Так уж случилось, что продюсер и директор, как и я, носят фамилию Йошида, так что я уточню у него. Если он скажет «да», тогда это действительно может произойти. Судя по недавно опубликованной статистике от аналитической группы Sensor Tower, у компании NCSoft все не просто хорошо, а даже замечательно. Совокупные доходы мобильных игр серии Lineage достигли 7 миллиардов долларов. Самой доходной стала Lineage M. Она принесла в кубышку 4,2 миллиарда долларов. На втором месте стоит Lineage 2M с 1,7 миллиарда дохода. А на почетной третьей позиции расположилась Lineage W, заработав всего миллиард с копейками. И, как вы могли заметить, речь в данной статистике идет о доходах только с трех мобильных игр компании. Все три игры находятся в топ-5 рейтинга самого высокого времени удержания аудитории. На третьем месте расположилась Один Вальхала Райзинг, а на пятой строчке Dungeon & Fighter Mobile. Какао Геймс объявила, что закроет учетную запись ММО РПГ Аркейдж в Твиттере и будет общаться с сообществом через официальный сайт игры, через Дискорд и, предположительно, время от времени через информационный бюллетень. Это случится уже 17 марта. Само по себе это не очень большая новость, но событие породило слухи о том, что глобальная версия игры скоро может закрыться. Но, несмотря на слухи, как Аркейдж, так и ее премиальный аналог Аркейдж Unchained по-прежнему получают регулярное обновление и даже открыли новые серверы Fresh Start в начале прошлого месяца. Однако обновления в основном касались внутриигровых событий, а не реального контента. Также не стоит забывать тот факт, что Аркейдж 2 уже некоторое время находится в разработке и, как ожидается, выйдет где-то в 2024-м. World of Warcraft Dragonflight все ближе к межфракционным гильдиям. Они появятся в обновлении 10.1 Угли Нелтериона и изменят многое во взаимодействии игроков разных фракций. Некоторые игроки твердо убеждены, что хотят оставаться только Ордой или только Альянсом, поэтому, сделав межфракционность доступной, Blizzard предоставила игрокам выбор, участвовать или нет. Когда речь идет о гильдиях, это правило будет сохраняться. Так как гильдийские изменения являются по-настоящему монументальными, перед их введением в игру необходимо получить практически опыт, данные и отзывы сообщества. Blizzard планирует включить межфракционные гильдии для тестирования с самого начала теста обновления 10.1 на ПТР. Студия Blizzard сообщила, что она получает множество отзывов от игроков на однофракционных игровых мирах и мамой RPG World of Warcraft Wrath of the Leech King Classic, после того, как в игру ввели услугу по смене фракции. Геймерам также хотелось бы поменять сторону и перенести героя на другой заблокированный регион в том же регионе. Так что команда, посовещавшись, приняла решение открыть возможность перенести персонажа между некоторыми популярными шардами. Но такая возможность включена только на время. В Европе это возможно между Гехеннас и Файермоу, а в США между Бенедикшен и Файерлина. А вот когда именно отключат перенос, не сообщили. Для русскоязычной версии MMORPG Lost Ark анонсировано обновление Pandemonium, которое будет установлено на серверы 22 марта. Игроков с уровнем снаряжения 1580 и выше ждет новый рейд на владыку Фитрани и Лиакана, который собирается распространить скверну по всей Акрасии, а также битва с новым хранителем под именем Сонавер. Кроме сражений с этими двумя новыми угрозами, игроки с вышеупомянутым уровнем снаряжения смогут еще отправиться изучать новые этапы подземелья чертогов хаоса и путей испытаний. Остальной частью грядущего обновления станут балансные оправки для различных классов, изменения в ПВП, гильдиях, рейдах оружия и снаряжении Эзда, а также различные улучшения. Подробнее о всех нововведениях нам расскажут в ближайшие дни. На этой неделе в новом видеоролике цикла Forged in Eternum представлен закулисный взгляд на создание некоторых запоминающихся женских персонажей New World. Особого внимания заслуживает Грейс, один из важных персонажей первого нового сезона Братство и Огонь. Хотя видео посвящено созданию женских персонажей, некоторые детали дизайна и концепции применимы ко всем персонажам. Некоторые из факторов, влияющих на дизайн, включают в себя роль, которую персонаж будет играть в сюжете и геймплее. Усилия будут разными, и когда вы создаете персонажа, который играет ключевую роль в сюжетной главе, в отличие от лавочника или даже босса. В New World дополнительные факторы включают временной период и место, откуда они родом. Одним из примеров является Королева Сирен, первый женский босс в New World, созданный на основе греческой мифологии. По мере приближения к ней вы услышите, как она поет навязчивую песню. Это пример того, как эти факторы работают на создание запоминающегося персонажа. Что же касается Грейс, то нам еще предстоит с ней познакомиться. Но она представляет собой персонаж совершенно иного типа, чем Королева Сирен. Ее описывают как пиратского капитана и антигероя, и, несомненно, в новой главе сюжета она раскроет все эти стороны. Издатели очередной версии непотопляемой MMORPG Блэс под заголовком Global спалились на мошенничестве. Напомним, недавно версия игры без NFT вышла в магазине святого гадена Steam. Так как на этой площадке NFT запрещено, то клиент стимовской версии этого функционала не содержит. Но при этом игра все равно собрала не самые приятные для компании отзывы. Дабы исправить положение, издатель решил пойти на хитрость. На своем дискорд сервере комьюнити менеджер запустил ивент, по которому за положительный отзыв об игре в Steam игроку выдавалась награда. А подобное мошенничество строжайше запрещено на площадке. Пока что дело до удаления игры из библиотеки не дошло, но у нее полностью отключили оценку игроков. Хотя, учитывая, что отзывы все равно были не очень хорошие, скорее всего это даже пошло на пользу Блэс Глобал. А вот то, что игру теперь нельзя найти через поисковик площадки, это уже серьезнее. На следующей неделе Visionary Realms проведет еще один чрезвычайно короткий предварительный альфа-тест ММО-РПГ Пантеон Rise of the Falling. Суточная сессия должна начаться в 10 утра по Тихоокеанскому стандартному времени 18 марта, и согласно последнему объявлению студии, ей будет предшествовать полная очистка сервера. Как и в предыдущих предварительных альфа-тестах, вам необходимо приобрести VIP-набор на официальном сайте. Студия будет проводить ежемесячные игровые тесты в течение года. Три долгих месяца прошло с момента появления малышки Фенрир в китайской версии Tower of Fantasy, и вот теперь она готова к своему дебюту в глобальной версии этой ММО-РПГ. Хотто Студио и Level Infinite опубликовали англоязычный трейлер нового персонажа-симулякра. Фенрир остается дома одна и решает устроить небольшую вечеринку для себя любимой. Однако в ее планы вмешивается парочка сомнительных личностей, и девушка вынуждена дать негодяям отпор. Да, в лучших традициях серии «Один дома». Фенрир – девушка, которая всегда стремится вперед и каждый день озаряет мир своей улыбкой. С мощным оружием Глейпнир она может победить в бою все что угодно. Разработчики грядущей фэнтезийной ММО-РПГ Past Fate и студии Icey North Games опубликовали большое 33-минутное геймплейное видео, в котором все ожидающие игру геймеры могут хорошенько ознакомиться с текущим состоянием проекта. Нам показали выполнение нескольких квестов в пати с друзьями, мрачную атмосферу игры, немного боевой системы и многое другое. Напомним, что Past Fate пока не имеет даты релиза, но она предложит игрокам погрузиться в большой открытый мир средневекового фэнтези. А на выбор геймерам будет доступно 5 разных игровых классов – воин, маг, монах, пират и некромант. Разработчики ММО-РПГ Пионер из отечественной студии GFA Games опубликовали новое видео с демонстрацией еще одного аспекта геймплея – телепортационной аномалии. Заявляется, что локация, в которую будет перенесен персонаж этой аномалии, случайная, и игрок никогда не знает, куда она его приведет. На текущий момент ожидается, что игра выйдет когда-нибудь в течение 2023 года на персональных компьютерах и консолях текущего поколения. Но никакой более точной информации о датах разработчики пока не сообщали. А потому остается только ждать. Судя по тому, что обнаружили пользователи популярного форума Reddit, с грядущей ММО-РПГ Блю Протокол от компании Банда и Намка случится страшное кощунство. Модели женских персонажей в глобальной версии подвергнутся жесточайшей цензуре. Энтузиасты внимательно изучают файлы игры из бета-клиента, и они обнаружили, что несколько моделей одежды героинь изменились. В частности, на одной из них вместо коротких юбок присутствуют какие-то нелепые дутые шорты, а также был скрыт живот. Да уж, грустно видеть такую цензуру, но признаться этого следовало ожидать. Ведь Amazon Games, которая выступает издателем игры на Западе, известна своим стремлением уничтожить женскую сексуальность в онлайн-играх. Как и ожидалось, кроссплатформенная ММО-РПГ Summoner's War Chronicles одновременно с мировым релизом 9 марта, а до этого она была доступна лишь в США и Южной Корее, получила и локализацию на русский язык. Если вам интересно, отличаются ли чем-то версии из Steam, которая появилась там 10 ноября 2022 года от той, что только вышла, то нет, они ничем не отличаются, кроме наличия локализации. И это следует учитывать при выборе сервера. Вам придется конкурировать с уже прокачанными игроками. Маднджин и Вимейт объявили о скором начале предварительной регистрации в ММО-РПГ Найт Кроуз. Речь пока идет лишь о корейской версии, и награды прилагаются. Осталось дождаться 16 марта. В этот день в 5 утра по МСК разработчики также проведут на Ютуб трансляцию под названием When the Night Comes, и расскажут больше о проекте, который должен увидеть свет уже совсем скоро. Если, конечно, планы команды не поменялись за 4 месяца после анонса. Ранее, напомним, студия пообещала европейское средневековое фэнтези на Unreal Engine 5, PvP на земле и в воздухе на 1000 человек и NFT. Найт Кроуз выйдет на ПК, Андроид и iOS в Южной Корее в апреле. И это все новости ММО-РПГ на неделе. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал GoHaru. Еще услышимся.